В войнах современности значительное место принадлежит специальным разведывательно-диверсионным операциям, проводимым на территории противника. Для проведения таких операций бойцам спецназа необходимо самое разнообразное и эффективное вооружение. Добро пожаловать на канал Парадокс, и сегодня вы увидите самое удивительное вооружение спецподразделений мира. Корнершот – это устройство для стрельбы из укрытия и само по себе ничем не стреляет. Оно является лишь неким станком, в который встроен шарнир и видеосистема прицеливания. Сейчас Корнершот тестирует спецназы 15 стран мира и России в их числе. Система разламывается на две основные части. На фронтальной, которую боец может поворачивать рычагом на 63 градуса влево или вправо, размещены пистолет и съемная видеокамера с линзой для масштабирования изображения. При этом видеокамера не просто обозревает местность. Она установлена на корпусе жестко и прицеливается, как оптический прицел или лазерный целеуказатель. Поэтому метка-маркер на экране у стрелка четко соответствует точке прицеливания. Благодаря этому стрельба из Корнершот реально эффективна, они просто заставляют противников пригнуться от неожиданности, пока к ним врывается спецназ. Опционально сюда добавляются инфракрасный прицел, глушитель, пламегаситель, пусковая установка для резиновых пуль, слезоточивого газа и тому подобное. А 9-миллиметровый пистолет благодаря камере точно стреляет метров на 100. О том, что комплектация Корнершот может быть самой разной, говорит уже разброс цен на нее – от 3 до 5 тысяч долларов. НРС-2 Нож разведчика-стреляющий является одним из самых необычных и, вероятно, наименее используемых типов специального оружия, разработанных еще в СССР. Этот необычный нож сочетает в себе, собственно, боевой нож со встроенным в его рукояткой однозарядным стреляющим устройством под бесшумные спецпатроны СП-4 с рекомендуемой дальностью стрельбы до 25 метров. Для заряжения ножа надо расфиксировать запирающее устройство, повернуть ствол и вынуть его из рукоятки ножа. В патронник вставляется патрон, после чего его нужно вставить в рукоятку. Потом следует взять нож в руки клинком к себе. Прицеливаться необходимо при помощи прорези на перекрестие ограничителя и мушки на конце рукоятки. Выстрел таким образом производится прицельно, а звук выстрела тише, так как в стреляющем устройстве нет подвижных частей и из него не выбрасывается стрельная гильза. Нужно отметить, что сама по себе стрельба из НРС со снятыми ножнами не слишком опасна для стрелка из-за очень небольшой, почти неощутимой отдачи при выстреле. Однако в боевых условиях такая стрельба весьма неудобна, особенно если нужно стрелять из неустойчивого положения или в движении. АДС-амфибия Построенная специально для широкой функциональности российская штурмовая винтовка АДС, что расшифровывается как «автомат двухсредный специальный», является чудом современных технологий, которая требует только установки различных магазинов с патронами, в зависимости от условий использования – на суше или под водой. АДС-винтовка имеет газовую систему, которая включает переключатель среды использования, позволяющий ей работать одинаково хорошо, как на суше, так и под водой. Хотя АДС может использовать стандартные патроны АК-74, настоящая магия лежит в подводных магазинах. Они имеют уникальной формы пули большей длины, позволяя использовать их под водой. Автомат обеспечивает скорострельность до 800 выстрелов в минуту под водой при глубине до 25 метров. Дополнительные компоненты, такие как глушитель или система вывода газов, добавляются в дуло винтовки, а её верхняя ручка для переноски оснащена специальным рельсовым креплением для оптического прицела. Джаг Ди Командо – это знаменитый отряд австрийских вооружённых сил специального назначения, а также не менее знаменитый и так называемый «нож одного удара», созданный специально для них. Нож был создан компанией Microtech Knives в США, знаменитой фирмой, производящей ножи вот уже с 1994 года. Лезвие Джаг Ди Командо имеет три бритвенно-острых режущих кромки, закрученных в точку острия. Такая форма предназначается для лёгкого проникновения в тело и нанесения наибольшего вреда жертве. В этом плане Джаг Ди Командо напоминает трёхгранный штык. Раны, нанесённые им, затягиваются куда тяжелее, нежели от простого ножа. Достаточно лишь слегка провернуть нож в ране, и она превратится в рваное кровавое месиво. Происходит это потому, что трёхгранное лезвие разрезает ткань в три разные стороны, смещая при этом волокна относительно их прежних мест. Как результат, края раны практически не стягиваются, и человек быстро умирает от потери крови. ВСС «Винторез». Винтовка снайперская специальная, используется российскими подразделениями специального назначения. Это один из немногих образцов оружия с интегрированным глушителем, выпускаемый серийно. Вдоль ствола этой винтовки в определённых местах сделаны отверстия, через которые большая часть газов проходит в глушитель, расположенный по всей длине ствола. Давление же оставшейся части газов достаточно для работы длинного газового поршня. Это сделано для максимального замедления газа, выходящего из ствола, что уменьшает шум от выстрела. Обратная сторона медали – газ из глушителя под большим давлением пытается выйти при выбросе гильзы в направлении лица стрелка. В СС используется специальный патрон 9 мм и снаряжён очень тяжёлой пулей. Скорость пули на выходе из ствола 280 метров в секунду. Слегка меньше скорости звука, враг слышит только звук попадания пули в цель. Бронебойная пуля такого патрона может пробить 8-мм стальной лист и сохранить достаточную для убийства врага энергию. Впечатляющий результат для дозвукового патрона. На этом всё. Какое оружие удивило тебя больше всего? Напиши об этом в комментариях и не забывай, именно твой лайк и репост помогут нам в развитии.